Здравствуйте! Это программа о здоровье. Мы снова будем говорить с вами о том, как сохранить здоровье и как предупредить серьезные заболевания. Ведь жизнь дается человеку один раз, а шанс вернуть здоровье есть всегда. Суть заболевания в том, что здесь, получается, страдают суставы позвоночника, диска. В результате этого происходит воспаление хроническое, и пациент потихонечку начинает сгибаться, и в таком положении позвоночник фиксируется. Не надо самому обследоваться. Вот у вас заболела голова, боль может быть разная. Вы прийдете к врачу, вы придите к специалисту. Он посмотрит и определит, что именно вам нужно. Щитовидная железа – это тот орган, который содержит максимальное количество селена в организме, поэтому селен очень ценен, очень важен для нормальной работы щитовидной железы. Врачи-травматологи областной больницы номер 3 помогли пациенту с редким заболеванием. Несмотря на появление грозных симптомов, мужчина и не подозревал о том, что страдает болезнью Бехтерева. Это воспалительное заболевание позвоночного столба, а также суставов, приводящие к их сращению, из-за чего позвоночник оказывается словно в жестком футляре. Юрий Владимирович всю жизнь страдал от боли в спине, но не придавал этому особого значения. А когда неудачно упал во время гололеда и спина заболела еще сильнее, решил, что просто ушиб ее. Но обычные лекарства не помогали, боль становилась все сильнее. Было непереносимо больно спину. И уже когда я действительно попал в палату, то видно было уже последнее, что уже можно было перенести. Мне начало, как бы вам сказать, от бедра до пяток уже прошивать это как током. И я буквально упал и больше уже не вставал. После проведения компьютерной томографии и ряда других обследований врачи смогли поставить точный диагноз и определили, что пациент страдает болезнью Бехтерева, названный так в честь русского врача-невролога Владимира Бехтерева, первого ученого, который описал бамбуковый позвоночник как самостоятельное серьезное заболевание. Суть заболевания в том, что здесь, получается, страдают суставы позвоночника, диска ткани, то есть диска и межпозвонкового диска, и получается паравертибральные ткани, то есть все, которые окружают позвоночник. В результате этого происходит воспаление хроническое, и пациент потихонечку начинает сгибаться, и в таком положении позвоночник фиксируется, то есть природа его фиксирует. И он, получается, подвижность в позвоночнике, в брудном поясничном отделе нет вообще. То есть даже есть такой симптом патогномоничный, называется симптом бамбуковой палки. То есть, по сути, у него позвоночник как трость. При падении поражённый болезнью позвоночник, как правило, серьёзно травмируется. У Юрия Владимировича зафиксировали перелом сразу трёх позвонков. С болезнью Бехтерева они не часто случаются, но если попадают в больницу, то получаются какие-то проблемы. Здесь мы всё обследовали, посмотрели, всё расспросили, уже знали, на что мы шли, к чему готовиться, и выполнили, соответственно, операцию. Пациент результатом доволен, конечно, не ожидал. Ещё, сравнивая свои фотографии, он увидел, что у него осанта изменилась намного. Такая самокоррекция позвоночника произошла во время перелома. Операцию хирурги выполнили малотравматичным способом, зафиксировав и обездвижив место перелома через малые доступы. Пока Юрий Владимирович носит поддерживающий корсет, а активно передвигаться он начал через несколько дней после операции. Прошёлся по палате, потом на следующий день по коридору начал ходить. По лестницам маленько это аккуратнее надо, ноги ослабели, ну, не спеша. В областной больнице номер 3 врачи вот уже 5 лет оказывают помощь пациентам с травмами позвоночника, в том числе с тяжёлыми патологиями, при которых раньше требовалась госпитализация в крупные специализированные центры. Меня привезли в лежачье положение, я не двигаться, ничего не мог. Отказал позвоночник. Но с позвоночником большие проблемы были. После операции Георгий Васильевич начал вставать и потихоньку ходить по палате. Впереди процесс реабилитации. Большинство людей, испытывающих головные боли, предпочитают заглушать их таблетками, не задумываясь, что боль – это серьёзный звоночек и показатель проблем. Какая головная боль более опасна? Острая или постоянная? И как лечить головную боль без лекарств? По статистике, хотя бы раз в жизни головную боль испытали 98% людей. Приходят, например, люди с головной болью. Что чаще всего говорят? Говорят, доктор, у меня мигрень. Мигрень – это очень сильная боль, это пульсирующая боль, локализующая обычно в половине головы, с нарушением светоощущения и так далее. Но, к счастью, мигрень встречается не так уж и часто. Это всё-таки генетически обусловлено заболевание. Но люди привыкли называть головную боль, например, мигренью. И мы уже должны отдифференцировать, что это – кластерная головная боль, истинная ли мигрень, или же это головная боль напряжения, или это нейропатия тронического нерва. Поэтому отдифференцировали, поставили диагноз. Поставить правильный диагноз, а без этого невозможно назначить эффективное лечение, очень важно. У головной боли бывает множество причин. Не надо самому обследоваться. Вот у вас заболела голова, боль может быть разной. Вы придите к врачу, вы придите к специалисту. Он посмотрит и определит, что именно вам нужно. Уж-то методов лечения, я повторяюсь, очень много. И внутри этих методов тоже есть свои аспекты. Итак, врач вас диагностирует, обследует, поставит правильный диагноз, и только после этого мы начинаем уже непосредственно лечение. Курс лечения врач также назначает индивидуально. При мигрене, например, необходим курс лечения лекарственными препаратами. Если головную боль вызвала повышение артериального давления, то нужно приводить в норму его. Но часто голова начинает болеть из-за неправильной осанки, если вы долго работаете за компьютером, например. В итоге мышцы шеи перенапрягаются и выдают характерную тянущую головную боль. Не очень сильную, но изнуряющую. В этом случае хорошо помогает массаж шейного отдела и мануальная терапия. Главное помните, если голова болит часто, пусть не сильно, обязательно нужно обратиться к врачу. Вот такая боль гораздо более опасна может быть, потому что боль с сулистой спазмом, нарушение кровотока, нарушение петополизма, микроспазм, микроэмболы возникновения. Вот много что может возникнуть, поэтому лучше обратиться сразу к врачу. Массаж головы воздействия на биологически активные точки и рефлексогенные зоны с помощью различных раздражителей, будь то полынные сигары или специальные шарики цуботерапии. Арсенал методов лечения головной боли без лекарств огромен. Вот один из самых простых и эффективных способов снять боль. Есть точка симпатической нервной системы. Она находится вот здесь, в точке, где горизонтальная часть нижней ножки переходит в завиток. Мы вводим туда или ручку, или палец. Вот таким образом возникает боль и сильно надавливаем, возникает боль и радиирующая немножко висок. И интенсивно массируем по часовой стрелке 10-15 секунд. И сразу следом же берем следующую точку. Она располагается вот здесь по основанию. Вот этого бугорка находится в точке лоб, висок, затылок. Вот средняя точка висок. Тоже очень интенсивно ставим вот так вот ногой. Возникает чувство прокола, и массируем точно так же интенсивно по часовой стрелке. Комбинация вот этих двух точек обладает просто чудодейственным средством. Боль проходит практически моментально. Надолго ли, ненадолго ли. Это зависит от причины, которую боль эта вызвала. Но как симптоматическое снятие боли – замечательное средство, которое сразу нам помогает. Недаром в детстве раньше драли людей за уши, потому что на ухе спорцированы практически все точки человеческого тела. И массаж ушей – замечательная оздоравливающая процедура. Урологическая хирургия в Челябинской городской больнице номер один становится малотравматичной. По приглашению хирургов с мастер-классом сюда приехал главный уролог Минздрава Республики Марий-Эл и поделился опытом применения малоинвазивных методов хирургического лечения аденомы простаты. Анатолий Александрович сегодня готовится к операции. Первый раз я в хирургическое отделение этой больницы попал где-то лет пять назад. В общем, за это время все сильно изменилось в лучшую сторону. Аденома простаты – проблема весьма распространенная. В стареющем организме происходят изменения, в результате которых предстательная железа увеличивается. 100% мужчин имеют в той или иной степени аденомы предстательной железы. Кто-то раньше, кто-то позже, но все обращаются к урологу именно с этой проблемой. На сегодня нет ни одного препарата, который бы полностью излечивал аденому простаты. Альтернатива лекарствам – хирургическое вмешательство. Урологи горбольницы номер один взяли курс на использование малоинвазивных вмешательств на основе новейших технологий, которые позволяют уменьшить травматичность операции и вероятность осложнений. И пригласили главного уролога Минздрава Республики Мориэл поделиться опытом работы на одном из самых современных лазеров, который появился в арсенале больницы. Это лазер FiberLAS U1 или Uralas, как его раньше называли. Очень интересная техника, очень интересная машина. В первую очередь, интересно и тем, что это наше отечественное производство и производство очень высокого уровня. Действительно, это один из самых ведущих, передовых сейчас лазеров туливых в мире. В рамках обучающего мастер-класса была проведена лазерная, трансуректальная инуклеация предстательной железы. На данный момент эта методика применяется только в крупных российских медицинских центрах. Эти операции выполняются пациентам с аденомой предстательной железы больших размеров. Если раньше при объёме простаты более 100 кубических сантиметров мы выполняли только операции с разрезом, открытые операции, сейчас у нас есть возможность выполнить имаотравматичную операцию эндоскопическую, после которой, соответственно, и восстановление пациента происходит быстрее. Это первое. А второе, то, что расширяется количество, увеличивается количество пациентов, которым можно выполнить такую операцию, потому что для открытой операции, связанной с травмой хирургической, наркозом и послеоперационными возможными осложнениями, конечно же, существует большое количество противопоказаний. Таким образом, внедрение малотравматичной эндоскопии на базе урологического отделения горбольницы номер один позволит не только расширить список пациентов, но и уменьшить сроки их лечения и реабилитации. Чувствуешь усталость? Часто простываешь? Болит голова? Выпадают волосы? Проверь щитовидку. Дело в том, что гормоны, которые вырабатываются нашей щитовидной железой, влияют на состояние всего организма. Поэтому и сбой в работе щитовидки может проявлять себя целым набором различных симптомов. Чтобы не допускать сбоев в работе этого важного органа, нужно, чтобы мы получали достаточное количество нужных минералов и микроэлементов. Так какие же минералы и микроэлементы необходимы нашей щитовидной железе? Для нормальной работы щитовидной железы требуется достаточное количество определенных витаминов и микроэлементов. Прежде всего, хотелось бы поговорить о селении. Щитовидная железа – это тот орган, который содержит максимальное количество селена в организме. Поэтому селен очень ценен, очень важен для нормальной работы щитовидной железы. Включая в рацион продукты и блюда, содержащие селен в достаточном количестве, мы можем улучшать работу нашей щитовидной железы. Если у нас имеются какие-то аутоиммунные процессы, то селен может уменьшать количество этих антител. Если у нас есть развитие эндокринной офтальмопатии при повышенной функции щитовидной железы, селен также может благоприятно влиять на состояние органов глаза и таким образом улучшать качество жизни наших пациентов. Селен можно найти в таких продуктах, как печень, яйца, бобовые, фисташки, нешлифованный рис. Но дефицит селена не столь страшен сам по себе, как на пару с дефицитом йода. Среднее потребление йода у нас в три раза выше нашей рекомендуемой нормы. К сожалению, дефицит йода приводит к развитию зоба, увеличению щитовидной железы, которая сопровождается в дальнейшем возможной дисфункцией щитовидной железы, нарушением её работы. В чём же содержится у нас йод? Это наша морская капуста, это рыба, это морепродукты, это яйца, это зерновые культуры, это крупы, это мясо. Но, сразу скажу, основной упор делается на йодирование продуктов. Однако, по данным той же статистики, только 30% населения России употребляет йодированную соль. Поэтому, прежде всего, нужно в рацион включать йодированную соль, йодированный хлеб, посмотреть, насколько, какое количество йода содержится в других продуктах, которые человек съедает ежедневно, в других блюдах. Всего пол чайной ложки такой соли в день достаточно для того, чтобы справиться с проблемой. И если в рационе человека недостаточное поступление йода, то врач-терапевт, либо врач-эндокринолог рекомендует дополнительный приём йода в рамках калия йодиды до профилактической дозировки 150 микрограмм в сутки. Следующий микроэлемент – это цинк. Цинк является важным компонентом нормальной работы щитовидной железы. Дефицит цинка в организме может снижать активность щитовидной железы. Были проведены исследования, которые показали, что при приёме цинка в течение 6 месяцев усиливалась, увеличивалась активность щитовидной железы, нормализовывалась её работа. Цинк содержит мясо, говяжья печень, сыр, морепродукты, орехи, цитрусовые помидоры, грибы. А вот о том, какие витамины необходимы нашей щитовидной железе, расскажем через неделю. Не пропустите! Кардиохирурги Челябинской областной больницы внедряют новую методику лечения фибрилляции предсердий. Или, как говорят российские врачи, мерцательной аритмии. Восстанавливать нормальную деятельность сердца будут с помощью криоабляции. Что это за методика? В каких случаях она незаменима? Современная технология криоабляции помогает в лечении сложных нарушений ритма сердца. Мерцательная аритмия – это одна из самых серьёзных, пожалуй, проблем в современной кардиологии и кардиохирургии. Она требует различных методов лечения. С одной стороны, да, есть два основных вида. Это пароксизм, то есть приступ – это мерцательная аритмия. С другой стороны, есть постоянная форма мерцательной аритмии. Особенности её состоят в том, что очень большое количество осложнений может быть у людей, страдающих этим заболеванием. Нарушение сердечного ритма опасно не только ухудшением качества жизни, но и высоким риском развития серьёзных осложнений, инсультом, возникновением острой сердечной недостаточности, остановкой сердца. Поэтому любой вид аритмии требует незамедлительного лечения. Появившись внезапно, она никогда не исчезает сама по себе. Самый распространённый способ лечения – радиочастотную амбляцию – успешно применяют хирурги федерального кардиоцентра. Их коллеги из областной больницы начали проводить крио-абляцию. Радиочастотное воздействие добавляет тепло, охлаждение напротив удаляет его из ткани. Противоположные по своей природе действия приводят к сходному результату – потери электропроводности ткани в месте воздействия. И для того, чтобы прекратить мерцательную аритмию, надо сделать странное слово – абляцию. Абляция – это прекращение проведения линий. Поскольку в желудочке, допустим, есть волокна пуркинье, которые являются нейромускулярными волокнами. Это как бы нервы желудочка. В предсердии, а мерцательная аритмия начинается в предсердии, в левом обычно, вот таких волокон нет. И предсердие работает в плане электрического импульса, как, допустим, холодильник без проводов, когда электричество идет по корпусу. Поэтому, когда предсердие изменяется, допустим, при сужении клапана или при недостачи клапана, оно расширяется, изменяется ход электрического импульса в предсердии. И чтобы прекратить, мы проводим линии рубца, линии соединительной ткани. Как их можно делать? Их можно разрезать ножницами или ножом зашивать, это будет рубец. Вот. Можно нагревать, то есть делать местный ожог линейный. Или охлаждать, делать обморожение. Тогда, через некоторое время, развивается соединительная ткань, и соединительная ткань, она является изолятором. Поскольку электрический ток через соединительную ткань проходит гораздо хуже, чем через мышцу. И электричество идет уже вдоль соединительной ткани. То есть оно не кроется, то, что называется макро-реэнтри, такие водовороты получаются. Этого нет. Электричество идет прямо по линии и восстанавливается нормальный, можно сказать, синусовый ритм. Подводится специальный зонт, он сделан из стали. Этот зонт подсоединяется к специальной консоли. В этой консоли расположен баллон с аргоном. И происходит подача газа, и, соответственно, происходит циркуляция газа. Это идет преобразование уже, соответственно, в холодовую энергию. Минимум риск кровотечения – это минимум риск повреждения соседних структур. Плюс используемая технология, разработанная она, направлена на то, чтобы минимизировать риск операции с одной стороны и с другой стороны, для того, чтобы максимально облегчить хирургу возможность выполнить все эти линии. Очень удобная методика, современная технология, которая, я думаю, активно будет у нас использоваться. По статистике, мерцательная аритмия на Южном Урале страдает от 2 до 3,5%. Частота этого заболевания зависит от возраста. Скрининг и ранняя диагностика рака – одна из частых рекомендаций, которую можно сегодня услышать от врачей. Это касается, в первую очередь, и рака груди. Ведь это то самое заболевание, при котором прогноз напрямую зависит от стадии, на которой оно было диагностировано. Но, к сожалению, по-прежнему многие женщины нерегулярно проходят обследование и попадают к онкологу уже в поздней запущенной стадии заболевания. Как решает эту проблему Центр диагностики и лечения опухолей и молочной железы, созданной 3 месяца назад на базе Челябинского онкоцентра. Центр диагностики и лечения опухолей и молочной железы был создан на базе Челябинского онкоцентра всего несколько месяцев назад. Но число тех женщин, у которых выявили заболевание на первой и второй стадии, уже подросло. И это очень важно, потому что при раке молочной железы прогноз и качество жизни напрямую зависят от стадии. При первой стадии болезни пятилетняя выживаемость составляет 91%, то есть это очень много. А при второй стадии немножко ниже, но тоже достаточно высокий процент, это 80%. И по мере увеличения стадии выживаемость пациентов, конечно же, снижается. Причин, способствующих развитию рака молочной железы, очень много. Это и наследственность, и гормональное воздействие эстрогенов, и отсутствие лактации, и некоторой формы мастопатии. Причем часто несколько таких причин складываются вместе у одной пациентки. Поэтому рак молочной железы сохраняет лидерство среди злокачественных заболеваний у женщин во всем мире. А женщины, несмотря на доступность маммографического скрининга, часто обращаются к онкологам уже в запущенной стадии. Мы, так сказать, упростили и укоротили маршрут пациента с момента подозрения, установления диагноза, подозрения на опухоль до момента установления диагноза и начала лечения. В Челябинском онкоцентре есть весь арсенал оборудования и специалистов, необходимых для дообследования пациенток с подозрением на рак молочной железы. Это наш, так сказать, любимчик аппарата маммограф, низкодозовый, с помощью которого выполняются стандартные маммографии в двух проекциях обеих молочных желез. Также мы с помощью него можем выполнять томосинтез, это послойная, так сказать, нарезка картинок молочной железы. Также мы выполняем биопсии под контролем рентгена, когда образования молочных желез не видны на ультразвуке или непальпируемое образование. Выполняем биопсии как и пистолетом, так называемым, медицинским, и выполняем с помощью данного аппарата Энкор. Вакуумные биопсии, когда, опять же, образования не видны под другими видами визуализации. Врач-онколог, врач-серапевт, врач-гинеколог при наличии оснований подозрения может к нам направить пациентку. Пациентке до территории доведена информация о том, что есть определенный минимум обследований, просто его свели уже до минимума, что нужно для того, чтобы пациентке можно было провести биопсию. Это общий анализ крови и анализы на инфекции, это сифилис, ВИЧ и гепатиты, установленные сухоугодности. При наличии вот этих обследований пациентке проводится и при наличии, соответственно, показаний, если мы действительно подозреваем, устанавливаем термос подозрения на рак подтверждаемого, мы проводим трепамбиопсию молочной железы женщине в день первичного обращения. Раньше биопсию делали только в условиях дневного стационара. Сегодня это исследование стало более доступным. Нашим пациенткам с маммарного центра мы можем сделать биопсию в течение пяти часов. Конечно, это эксклюзивные пациентки, находящиеся в тяжелом состоянии, то есть те, по которым нужно экстренно принимать какое-то решение. Потоком пациенты делаются биопсии в течение суток, то есть на вторые сутки у пациенток уже есть ответ. Параллельно проводится иммуногистохимическое и молекулярно-генетическое исследование для обеспечения сроков. То есть в течение 10 дней лечащий врач уже имеет полную картину по генетическому профилю, гистологической картине, иммуногистохимической картине и может назначать лечение нашим пациенткам. Прием в центре ведут 5 врачей-онкологов-мамологов. Ранняя диагностика позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, а современные высокоэффективные методы противоопухолевой терапии гарантируют хорошие отдаленные результаты. На сегодня это все. Пишите нам письма, задавайте вопросы, темы, которые вас интересуют. Не стесняйтесь, пожалуйста, но главное – берегите себя. И помните, что жизнь и здоровье зависят в первую очередь от вас самих. Не переключайтесь. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!